Гомельский областный онкологический диспансер вернулся до обычного режима работы, оказывая не только экстренную, а и плановую допомогу. До речи, в минулом году тут появилось много нового обстановления. Аппараты не только дают максимум ставить докладные диагнозы и выявлять хворобу на ранних стадиях, но и так же делают работу медиков комфортнее. Установку наведала Ганна Каральчук. Этот кабинет компьютерной томографии открылся ровно год тому. Новое обстановление дозволило размирковать потоки пациентов и сделать доследование больше худким. Вперед пиком пандемии тут принимали до 100 человек на день. В тот же час старый томограф-онкодиспансер выкористовывает для доследования у пациентов, лечения каких-то не терпит затримок. На пытание об чергах на процедуру отказывают, что ждать придется пару дней. Однако, когда мы приехали в диспансер, ожидающих пройти доследование не было. На набытье нового компьютерного томографа за республиканского бюджета было выделено амаль 900 тысяч рублей. И еще свыше 500 тысяч на проектно-монтажные работы накировали из областного бюджета. А кроме того, в минулом году был набыт амплификатор для выполнения ПЦР-диагностики. Прибор обецмолекулярно-генетичное доследование, копируючи участки ДНК человека. Этот прибор мы используем для диагностики инфекционных заболеваний, в урологической практике, в гинекологической практике. Также для нашей онкологической практики мы на нем планируем делать вирус папилломы высокого канцерогенного риска, который ассоциирован с раком шейки матки у женщин. Ну и также в этом году коронавирус, то есть респираторные инфекции и инфекции, связанные с лимфопролиферативными заболеваниями, такие как Эпштейн-Бар, герпес-вирус и цитомигаловирусная инфекция. У лаборатории так само изъявилась новая шафа биологичной безопасности другого класса. Она обороняет не только материал доследования от внешних забруджеваний, а и самого медработника, который работает с пробирками, в том случае, если у них есть нечто небеспечное, как, например, COVID-19. Внутри шафы идет циркуляция по ветру, и оно чистится специальными фильтрами. У сего за минулый год у онкологичных диспансеров закуплено обсталявание на 2,5 миллиона белорусских рублев. Все это в установе з'явится сучасная лапароскопичная стойка, аналогов якой в области нема. Это комплекс аппаратов и инструментов для видовизуализации лимфов узлов. Кошт такой установки – 1,5 миллиона рублев. Малоинвазивная методика с хорошими, скажем так, косметическими результатами, с сокращением длительности лечения. У нас она будет использоваться практически по всем, ну, по многим локализациям. То есть это не конкретно для какой-то конкретной локализации. Это и, значит, опухоли желудочно-кишечного тракта, это опухоли мочевыводящей системы, то есть это онкогинекология, практически по всем локализациям можно использовать эту стойку. Сучасная техника потребует особливого обслуговывания. В минулом году у онкодиспансера з'явился низкотемпературный плазменный стерилизатор. З'яго допомогой можно будет стерилизовать расходные материалы для новой лапароскопичной стойки. Такие аппараты обошелся бюджету 250 тысяч рублей.